Евгений Гудеев, скажите, пожалуйста, вот вы сегодня говорили по поводу профессионализма в музыке. Насколько вы сегодня вообще оцениваете ситуацию в музыке, скажем, в музыке популярной, классической, в том числе в музыке кино и телевидения? Что, все плохо? Вообще, у меня от нее все плохо. Я знаю очень много талантливых композиторов, своих коллег. Потрясающиеся песни, прекрасные симфонии, прекрасные сложные, большие композиции. Но, к великому сожалению, почему-то масс-медиа, особенно электронные масс-медиа, дают предпочтение как раз совсем другим формам музыкального произведения, если можно назвать слово произведение. И я никак не пойму. Просто я меряю по себе, потому что, если так говорить, в общем, это тоже будет не совсем правильно. На одном примере тоже можно сказать, потому что я не первый, но я не последний композитор. Вот. И поэтому я вижу, не звучит ни музыка из балетов, у меня три балета, ни квартетная музыка, у меня шесть квартетов. У меня масса кантат, творит барреквима, как странно. И живу, потому что Моцарт написал, и умер. А я вот рискнул, кстати, со страхом, потому что это не так просто. Такая исповедь перед Богом. Я думаю, что нужно отбинить не слушателя. Вот в этой части все время нападаем на слушателей, нападаем на молодых, кстати, что они не такие. А я им аплодировал, что они не такие. А какие должны быть молодые? Молодые должны быть абсолютно... А что, мы были разве такие, которые мы сейчас, мы были даже другими. Поэтому и музыка, то же самое, должна быть соответствующей, соответствовать времени. Но, к великому сожалению, сейчас пошло какое-то... Я не скажу, что она пропала. Ее просто перекрыли другие абсолютно полупрофессиональные. Раньше это называлось художественное самодельство. Сегодня это слово исчезло. А куда делись профессионалы? Получается, что на ваш профессионализм заканчивается? Здесь, просто их накрыли, знаете, как одеяло. Вот накрыли их вот это... А может, их просто никто не ищет? И это правильно, что их не ищут, правильно? Вот, например, в мое время и меня в том числе искали, это правильно? Нам заказывали произведения. Нас двигали. Не потому, что мы были молодые, а потому, что... Потому, что я знаю, что параллельно, что и другие молодые, которые никуда так и не дошли. Просто двигали, потому, что были за плечами подтверждения к этому. И я думаю, что вот сегодня это полностью отсутствует. Начиная, кстати... Вот я уже лет 18 или 19, уже был талантливыми детьми России. Есть потрясающие одеревательные дети. А дальше мы их награждаем до среднего уровня. А дальше вот в колонн-зале на плане идут, потом с этими дипломами домой их поздравляют. Мама, папа, бабушка и тябушка. А дальше должно быть подхватить государство. Я думаю, что вот эта машина, которая полностью отстранилась от развития, духовного развития общества, в основном на экономику, на политику, тем более даже... А с духовным развитием очень-очень плохо. И музыка является одним из... Очень мощно, кстати, мощнее, чем даже литература. Потому что книгу надо долго читать. А музыку только слушать. А музыку слушать, она тебе никакого труда не представляет. Поэтому я думаю, что все-таки... Уже давно об этом говорят. Пора взяться в государственные машины. Не обязательно там министром заниматься этим делом. Не обязательно. Но что тут нужно быть... Нельзя себе представить реку без берегов. Управлять нужно этим процессом. Сейчас он самодеятельный. Кому как взбредет голод. Это правда. Хорошо. А как вы относитесь к тому, что профессионалы поют под фанеру, и, собственно, сегодня все старички, в том числе эстрадные исполнители, с которыми вы работали, то есть мы практически все концерты, которые показывают, они все под плюс. Что происходит? У меня не было случая, что у меня в моих концертах, а я их провожу, не знаю даже, если мои коллеги вместе взяты сегодня, у меня почти каждую неделю концерт огромными составами, с оркестрами симфоническими, с хорами, с детьми. Масса народа у меня. И у меня никакой фанеры не присутствует. А у других почему? Я тоже профессионал. Но люди ходят на фанеру, ходят на большие концерты. Значит, это профессионалы с уклоном. Ага, понятно. Вы когда-то давно сказали, заявили, может быть, это вам приписывают, что некоторые певцы, в частности, вроде бы упомянули Сафию Ротару, что они давно не поют, а как-то им там пытаются этот голос собрать из кусочков. Я хотел сказать, вы хотели бы сказать, что такого не было, потому что непонятно, это принадлежит вам эта фраза или не принадлежит вам эта фраза? Я говорил, кстати, не только я, а первый говорил об этом Кобзон. Потом говорил Анатолий Батхин. Это все было написано в музыке, была такая статья. И я говорил, в этом контексте они конкретно кому-то, а взяли, присобачили, простите за зло, и она обиделась, и справедливо делала. Вы не помирились? Нет, мы не воюем, нет. Нет, почему? Давно и общались, и на сцене. В Ростове-на-Дону я пришел к ней на концерт с огромным букетом цветов, кстати, вместе с НТВ. Все это снимали, все документировали. Нет, у нас нет этого. Просто у нас разные пути. Разошлись пути дорожки? Разные пути творческие, не человеческие. Разные пути творческие. Она эстраду любит, на здоровье. Я человек классического склада творчества. Хотя я пишу ей эстраду. Понятно. И последний вопрос, очень короткий, потому что не могу вам его не адресовать. Мы сейчас часто... Он не совсем творческий, но тем не менее, хотите, не отвечайте. Мы часто видим президента Молдовы, который приезжает сейчас, встречается с Владимиром Владимировичем. Как вы относитесь к ситуации, которая сейчас в Молдавии? Как президент отдельно, правительство с парламентом отдельно? Что происходит? И вы что-нибудь знаете о стране под названием Молдова? Как там дела? Ну, я не очень знаю и не очень вникаю в детали, но в общем, то, что на поверхности, я считаю, что это ненормально. Потому что это не может быть штука, лебедь и рак. Это давно уже об этом написано и воспет. И поэтому для меня это, я считаю, что это большая трагедия для страны, которая никак не может себя обозначить, как страна. Потому что страна это единство и территориальное, чего нет, единство в руководстве, чего нет, единство в обществе, чего нет. Поэтому я думаю, что главная задача президента, которую он обещал, кстати, объединить общество, на таких началах не объединяет общество. А наоборот, сегодня общественная обстановка и обстановка в обществе, она очень напряженная, потому что нет и единства. Единства нет по очень важным вопросам государственного, культурного, исторического. Кто это должен быть? Кто это? В машине водители отвечают за состояние машины и за здоровье пассажиров. Сегодня, к сожалению, там очень много водителей, и они никак не согласуются, кто будет все это рулить. Вы дома там были? Нет, я там проезжу давно. Спасибо большое. Спасибо. Я очень рассчитываю, что здравый смысл возобладает, потому что, если он, президент, вы меня спросили про него, если он общается с Путиным часто, я думаю, что Владимир Владимирович, многие вещи подскажет. Понятно. Ха-ха-ха-ха-ха.